шалом дорогие друзья итак на этой неделе мы с вами обсуждаем тему клятв и обетов тора нам говорит что можно поклясто сделать какой-то хороший поступок взять на себя обед но говорят нам наши мудрецы пожалуйста очень аккуратно с этим потому что наказание очень очень большие мы знаем что в торе авраам клянется якоб клянется царь давид клянется но это для великих праведников нам лучше никогда не клясться потому что очень большой спрос за нарушение клятв говорят нам наши мудрецы что праматерь рахель погибает умирает раньше времени потому что якоб нарушил обет данный своим родителям вернуться домой как можно скорее поэтому клятвы и обеты для великих праведников нам нужно постараться избегать все эти моменты поэтому перед росшана весь еврейский народ вместе отменяет свои обеты потому что перед небесным судом мы очень боимся что мы нарушим какой-то обет мы все все отменяем также недельной главе есть такая фраза все что ты говоришь должен ты исполнять к холи ашери все что он говорит должен он выполнять это касается не только обетов все что мы говорим я буду в 5 приходи в 5 ты обет не брал но все что ты говоришь следи за своими словами и ты должен исполнять говорят наши мудрецы что кроме буквального понимания все что он говорит должен он выполнять а это все очень правильное буквальное понимание стиха торы говорят мудрецы что есть еще более глубокое понимание Все, что он говорит, будет он выполнять. Творец мироздания. Если человек выполняет все, что он говорит, тогда Творец выполняет все его просьбы и все его благословения. И поэтому, когда наши мудрецы, великие праведники давали благословения, пускай у тебя будут дети, пускай у тебя будет парноса, это все сбывается, потому что все, что он будет говорить, он будет делать. Если человек исполняет все, что он обещает, все, что он говорит, он следит за чистотой своей речи, он будет выполнять. И поэтому наши праведники обладают большим даром давать брохи, благословения, потому что Бог обещает, если человек все выполняет, все, что он говорит, и он не грешит своими устами, не говорит сплетни, какое-то там вранье не дает Бог, тогда Всевышний выполняет все его просьбы. Итак, учим главу Матод, понимаем важность клятв и обетов, и какое большое наказание за нарушение, и ходим к великим настоящим праведникам за брохами, потому что все, что они говорят, Всевышний себя обязал исполнить, потому что они великие праведники.